привет ребята это опыт эксплуатации планшета asus nexus 7 2013 год lte sim картой модель самая последние 32 гигабайта постоянной памяти естественно они не все свободно и как обычно вот модель nexus другие просто не интересно было бы смотреть третьего поколения связи скорость маленькая lte кое-как можно передавать я просто расскажу опыт использования конечно уже получается что ему 6 лет но у меня он не шесть лет у меня он пару лет поэтому не такой уж и мега старый я просто задумался здесь какие-то насечки появились по краям хотя я вроде не ронял его очень аккуратно и чехле вот заодно можно посмотреть на камеру камера очень видите линза маленькая некачественная сама который формирует свет линза очень мелкая так вот быстрее фокусируется вокруг я не понимаю зачем вокруг вот такое черное стекло большое делают она же ничего не делает как бы так матовый пластик отлично вот то что говорят стекло там алюминий мне не нравится мне нравится такой матовый пластик он как бы обычный пластик его просто покрыли такой штукой матовой динамики здесь и здесь очень тихие поганые дерьмо но вот фирма asus видите asus это крупный производитель но они болваны придурки как и все разъем микро микро usb но пока он еще жив не разболтался здесь разъем под гарнитуру немножко торчит как бы ну как срезана микрофон я уже снимал в одном ролике он здесь сбоку обычно либо снизу либо сверху либо 2 их делают а здесь он сбоку но такое расположение в общем претензий к этому нету батарейка контроллер очень плохой берет только один ампер один и одну десятую то есть медленно заряжается зарядное устройство 1 и 3 да он берет и один но медленно медленно заряжается могли бы сделать и побыстрее стекло спереди я считаю это без разницы что сейчас делают все со стеклами но я не вижу никаких проблем с пластиком здесь стекло и на нее я налепил пленку за 100 рублей дешевую и все отлично живу стекло там как новое можно купить стекло там 500 рублей тысячи но зачем у меня пленка главное и без пузырей наклеивать ну вот sim карта естественно sim карта модель который lte она матовая 3 третье поколение в точечках можете сами посмотреть там на картинках достается неудобно лоток просто так не достанешь сюда до дурацкий штырек пихать пишет кто-то камера как же мне показать там близко не хочет фокусироваться вот здесь она находится около моего пальца невозможно короче сейчас она даже она видите мега маленькая некачественная даже для фронтальной даже для планшетов я понимаю но картинка слишком такая на квадрат распадается все таки получше нужно было все какое-то устройство от google там чехол достался мне просто так хороший чехол ну смысле я купил в комиссионном что писать да и обзор записываю он тоже самое матовые его надо протирать периодически купил я в комиссионном планшет этот так здесь можно вот так вот ставить ты что и естественно вот так вот такие вот недостатки серьезные шлейф здесь идет шлейф снизу вверх сверху вниз от батарейкой он говно контакты окисляются и все отваливается перестает он реагировать как бы ты его не хранил аккуратно asus делает дерьмо и и я уверен и в новых устройствах даже дорогих они тоже самое специально делают чтобы все разваливалось быстро и чтобы убежали опять покупали потом он перестал реагировать на улице например идешь 0 градусов и жмешь на экран он не реагирует может быть это с шлейфом связано может быть с чем-то еще смотрю просто пока видно поцарапались думаю где же поцарапал где все аккуратно носил так получается и здесь еще боковина или царапана когда я в карман пихаю а там молния в кармане на это поцарапалась а вот этот бок я даже не знаю как он умудрился поцарапаться чем так сильно чем только один откуда это все берется стараешься аккуратно относиться вену сколько мне будут писать так чехол единственного надо протирать и он будет здесь замызганный жиру здесь копится на этой махровой штуке внутри картонка и и смотрите не сломайте это будет говневый чехол здесь остается царапины и некрасивые естественно но ничего не поделать как бы чехол для этого и существует экран сам себе отличный по качеству претензий у меня нету но основное вот это шлейф который в каждом таком планшете отлетит мне лично вспышки не хватает потому что я фотографирую на него а камера плохая и без пышки она вообще еле-еле снимает этого проблем возникает мне надо снимать вот такое устройство можно было бы им пользоваться интернет 150 на 50 150 скачивания 50 отдача реальная скорость 50 прием отдача 22 я больше не видел пользоваться им невозможно шлейф и тормоза ну вот экран перестает реагировать на анонси шлейфом связано этот это шлейф две платы здесь как их поменять это припаяно к платам все это менять сам он уже что-то около 5000 рублей стоит а так все остальное передача данных все хорошо работает wi-fi 150 скорость n но я это как бы проблем не не доставляла wi-fi n скорость прошивка последняя 7 android только на восьмом камера не работает то есть считайте ее нету но вполне нормально 7 android еще можно использовать тут я проблем не вижу но вот экран то что он перестает реагировать нажатия и еще даже не то что экран перестает а такой тормоза возникают ты жмешь и ничего не реагирует где-то минуту и это же было такое 372 планшет у меня был то ли это отмирает память постоянная то ли процессор специально такая запланированное устаревание это в каждом таком планшете причем как я сказал я пользуюсь не с 13 если бы 6 лет можно было сказать но это в мега старое говно что-то хотел год-два и он и не реагирует как будто не какую-то свою старую скорость которую вышло новое устройство и она работает на первых два раза быстрее а он просто жмешь на экран и там эти окна висят и так и он не сломался и также делал 372 там было правда 4 5 android здесь 7 ну я имею ввиду что там говорили на 5 сменился и как будто 5 стал больше загружать здесь нет с этим не связано просто периодически у него что-то встает просто колом встает и так можно взять и новый какой-то планшет и там тоже колом встанет либо через год он опять начнет тормоза делать вот такой вот опыт эксплуатации потому что еще таких много устройств и я бы им попользовался но объяснил почему я не могу им больше пользоваться все бы я потерпел но вот жмешь и не реагирует надо кнопку нажать ты как просто сумасшествие так невозможно пользоваться устройством опять же чинить и не хочу и сколько буду стоить это шлейф и две платки и они отвалятся опять же потом через год или сняты из какого-то же старого у которого контакты откислились поэтому такой финальный обзор этого планшета он там сдохнет или продам я его ну я уже не смогу потом снять про него так что внимательно все вот эти вещи проверяйте тяжелое конечно вот впечатление вот этими штуками не не состарился вот именно заложили какое-то устаревание какие-то экономии копеечные на камерах на поддержку они бросили конечно тоже этого nexus а менять как бы каждый год бегать ну какой смысл если я возьму например лт и этом категории не 4 а 6 ну ведь я же не получу больше скорость какой смысл это все бегать и менять постоянно можно было бы какие-то деньги потратить ну чем смысл вообще просто говорить знакомы у меня там iphone 8 7 6 этого ничего не происходит устройство нужны мне только как-то использовать их рассказывать про них никому ничего не рассказываю какое мне интересно у кого какой телефон или планшет но если мне только не расскажет какие-то интересные вещи еще если вскрывать будете вскрывайте осторожно потому что защелки могут треснуть потом все будет некрасиво здесь вот немножко выпирает ободок если здесь какие-то трещины значит люди уже бросали кидали такой не берите вот здесь у меня выпирает этот уголок чем-то плохо вставился я наверное не опытный вскрыватель вот еще конечно громкость на максимум ставлю еле слышно опять же устройство не из дешевых было даже такое подержанное от 5 продается до 7 8 тысяч динамики хуже чем в телефоне за 3000 рублей так вроде ничего не забыл диод беленький внизу ну прикольный такой не где-то сверху здесь горит прикольно при зарядке бы хорошо горел какое решение а блин забыл сказать все время башки мысль была насчет нету карты памяти это серьезная ошибка я знаю что они google людей гонят в облачные сервисы но если была карточка все равно бы она забилось видео все равно ты полез в облако это просто тупость делать карточку то что выключен модуль сотовый вот неплохо опять же здесь остались sms зачем тогда sms оставлять ussd коды нужны часто что-то ввести они здесь не работают то есть невозможно использовать сделали бы в рекавери где-нибудь там начальной загрузки включался выключался модуль полностью сотовый звонить не звонить а так вот как-то по-дурацки но либо полностью его тогда убрать надо было без sms оставить только передачу данных но конечно не как xiaomi делает чисто lte и все даже нет этого третьего поколения потому что lte я хожу и он улетает иногда пропадает вот поэтому чисто на lte бы тяжело было бы висеть вот так что вот это вот а блин еще забыл антенка же есть и на все это в планшетах редкость вообще нахер ненужное дерьмище я попробовал разок приложил так пятерки что-то оплатил карта тут было оставлено все сработало все отлично нахер надо планшет доставать у меня карта за 100 300 рублей за три года зачем мне это прикладывать разряженные он жены все еще по мне работает волна говнище где-то в обзорах про телефоны я читаю на все и нету xiaomi каком-то блин вот здесь он есть у меня нахер не нужен проще же маленькую карту достать и не показывать свой телефон с которой тебя приезжут потом через пять минут теперь все вспомнил nfc облачные сервисы ну то есть как людей загоняют совершенно это никак не связано тут тупорылый google может он услышит меня ты нихера не умеешь загоняют не так людей в облачные сервисы просто удобством здесь была бы карточка памяти и просто кому нужно мог бы свои данные кит хранить потому что там из 32 там 15 свободно это 5 часов там видео и все и например многие люди не хотят в облако там грузить и sim карта было бы вполне нормальное решение более они опять же не безграничные sim карты ты бы и облако использовал ну как бы google его пытается в устройствах nexus что-то там свою к этой диалоге у них все просралась вот это пиксель планшет есть какой-то пиксель си есть пиксель 1 2 3 там телефон который стоит 50 тысяч ничего особенного ну там камера неплохая но продаются они херово вся эта линейка nexus херня с точки зрения какой-то идеологии чего-то мне чисто устройство я почему использовал ну по цене ваш он дешевый был по соотношению производительность цена вот у него была хорошая дешевый поэтому я его и купил и lte еще модель была 16 американская купил с американским частотами не попадитесь здесь не указано никаких надписей нет что российский стандарт но 32 lte по-моему он только европейский как отличать европейский американский вообще не понимаю эта версия работает lte никаких надписей нету в прошивке нигде не написано фиг знает как отличать коробки у меня нету lte работает вроде это европейская версия где в интернете я так и не нашел как их различать то же самое с huawei m6p нигде но только единственно здесь вот до пишут для россии ru там як здесь нет опять же так что внимательно следите за этим чтобы все частоты работали иначе не будет работать здесь же все-таки сотую модуль но теперь все пока ребята планшет этот я продам он еще вполне рабочем состоянии может протянуть несколько лет может даже лет пять еще у кого-нибудь люди ходят и с большим хламом хотел я себе купить samsung с 2 планшет 8-дюймовый но он дороговастый и либо lenovo tab 48 плюс 704 как то x модель называется но с ним проблема с прошивками потому что прошивку обязательно ставьте не от google либо lineage либо resurrection здесь resurrection стоит они примерно похожи 7 707 android resurrection remix отлично работает никаких там уязвимостей нету что тебе троянов ставят все это херня там и кошелек стоял и банкское приложение просто внимательно смотрите конечно когда ставится загрузчик загрузчик здесь разблокирован рекавери есть в этом смысле все отлично а ну поэтому он у меня и был есть планшет только из того что здесь рекавери открытый загрузчик прошивка сторонняя нет производитель не от google это пятерка ему за это недостатки описал все пока ребята подписывайтесь ставьте им давление это был опыт эксплуатации asus nexus 7 lte 2013 года пока